Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в FANTONIC CUT FIXED на канале Мессер Местер. Ножны этого ножа мне просто страшно нравятся. То есть, с одной стороны, тут попахивает каким-то таким ретрограссом с точки зрения конструкции. Ножны кожаные, довольно-таки жесткие, и при этом они формованы ровно под этот нож. Но посмотрите, какая вещь. Вот, во-первых, сколько уже лет этому ножу, я так понимаю, что он выпущен довольно давно, но никаких вот немалейших движений в кожаных ножнах он не совершает. Такого и в кайдексовых ножнах далеко не часто встретишь, а тут вот это сделано прямо идеально, действительно очень комфортно. Ну и, во-вторых, знаете, помимо того, что он там действительно удобно сидит, его, в общем-то, достаточно понятно можно извлекать. Это не боевой нож, доставать его с какой-то сверхскоростью вам, скорее всего, никогда не потребуется. Ну а носить его в подобных ножах комфортно и надежно. В общем-то, довольно многие производители делают самые разные интересные кожаные ножны, но, пожалуй, я бы сказал так, что вот эти вот кожаные ножны зажимного действия, это самые, наверное, самые, на мой взгляд, приятно сделанные ножны такого плана, которые я вообще когда-либо встречал. Метод ношения ножен это вот такая вот небольшая петля, она вполне нормально соответствует джинсовому ремню, но у нового ножа она, конечно, совершенно не растянута, придется некоторое время на ремне ее поносить так довольно жестко. Со временем нож будет достаточно свободно по ремню двигаться, тоже проверенный вариант с любыми другими кожаными ножнами. Наверное, может быть, я бы предпочел и полусвободный подвес, потому что часто вот подобные ножи в таких ножнах оказываются, ну, под длинной курткой. У нас в Сибири, по крайней мере, это происходит так, поэтому там свободный подвес гораздо удобнее. Но, тем не менее, никто вам не мешает сюда его каким-то образом поставить. Это буквально нужен небольшой кусок кожи и небольшая стальная петля. И, в общем-то, все. Накладки на рукояти ножа сделаны из стеклотекстолита G10. В данном случае вот такого вот оранжевого цвета, но есть разного рода цветовые варианты. Очень аккуратно вскрыт. И здесь есть такая же особенность, как на его складном собрате. Нож имеет конструкцию Full Tank. И вот в некоторых местах остальные части как бы выходят за накладки. Но при этом все здесь вот очень аккуратно обработано, обшлифовано. То есть вот какого-то неприятного ощущения в ладони это не вызывает, что бывает на очень-очень многих других ножах. Впрочем, на ножах итальянского производства я неаккуратно обработанных стальных частей, с которыми соприкасаются руки пользователя, не видел никогда в жизни. Фантони не исключение. Ножом Фантони Cut Flipper я когда-то владел сам. И вот очень сожалею, что в те времена мне не удалось подержать вот такой вот полноразмерный фикс, который сделан, условно говоря, на той же самой дизайнерской идее. Его, конечно же, сильная сторона это несколько более увеличенная длина клинка по сравнению со складными ножами. Его вот не то, чтобы можно назвать каким-то огромным, но это нож, у которого такая хорошая гармония между длиной клинка и вот этой вот замечательной рукоятью. Резать это все должно совершенно невероятно. Но, кроме того, при вот такой толщине обуха вы вполне можете использовать этот нож и как такой основной рабочий инструмент где-нибудь в походе или на охоте. Унажаясь, вот такая вот петля для темляка. И, конечно, здесь это не баловство, потому что в любом случае, ну, такому приличного веса ножу с фиксированным клинком темляк никогда не помешает. Либо сюда можно закрепить страховочный шнур. Я, насколько понимаю, по задумке автора, в принципе, вот эту же петлю можно и использовать в качестве такого импровизированного стеклобоя. Но, понятное дело, что никакого элемента из карбидового альфрама, который бы позволил вам полегче разбить стекло, здесь, конечно, не будет. Но, впрочем, если бить достаточно сильно, думаю, что вот такой элемент на навершии способен совершить разбитие стекла. Закреплены накладки с помощью двух винтов с вот такими вот декоративными шляпками. С каждой стороны. Все это очень просто разбирается, если это вдруг зачем-то необходимо для обслуживания ножа. И очень здорово выглядит. Черт возьми, какая, оказывается, чудесная штука. Может быть, в свое время надо было искать нескладной его вариант, а именно вот такой вот с фиксированным клинком. Честно говоря, за последние годы я во все свои походы хожу, в основном, с шведскими ножами Мора. И это так не потому, как говорят большинство их пользователей, что мне их потерять не жалко. Ни одного не потеряло, никаких причин потерять не было. А просто потому, что эти ножи очень сильно устраивают меня с функциональной точки зрения. И немного есть в природе таких фиксов, которые могут с ними в этом смысле конкурировать. Но вот этот, эх, пустить бы такое на тесты. Клинок ножа сделан из стали S32. Как я уже сказал, конструкция здесь full tank. То есть использована такая довольно большая заготовка. Ну и, как и у младшего складного брата, здесь сделана форма с приподнятым кончиком. Но, конечно, она здесь, как это свойственно Дмитрию, очень так своеобразно реализована. Очень это все симпатично, дизайнерски выглядит. Тем не менее, о функционале этого клинка. Во-первых, здесь довольно-таки толстый обух и за счет этого довольно-таки мощный кончик. Причем, обратите внимание, как он сделан. То есть получается, что к самому кончику, но он так не то, чтобы очень сильно сужается. Вряд ли вы рискуете потерять этот кончик даже при какой-то умеренной ковырятельной работе. При этом, вот такая геометрия, это признак шкуросъемных ножей. Изначально этот нож, как я понимаю, так и задумался. То есть это вот такой вот нож для реза. И резать им, конечно, чрезвычайно удобно. Во-первых, благодаря вот такой вот удлиненной, как бы скажем так, геометрии вот этого клинка. Потому что на складном ноже клинок короче, и вот такой длинной режущей кромки там нет. А вот здесь, благодаря вот этому изгибу и длине клинка, рез получается просто великолепный, несмотря на толстый обух. То есть резать этим ножом гораздо удобнее, чем его складным собратом. Вообще, вот такая вот форма клинка, которая в английском языке называется up-swept, то есть форма с приподнятым кончиком, это такой важнейший признак шкуросъемного ножа. Честно признаться, никогда не видел отзывов, как вот люди этими ножами работали бы на какой-нибудь охоте. Но с точки зрения самой идеи, эти ножи предназначены именно для таких задач. Но вообще, должен сказать, что вот такой вот геометрический рисунок клинка, позволю себе выразиться вот так немного высокопарно, это очень удобно и в повседневных задачах, особенно если у ножа нет какого-то особенного перебора с толщиной клинка. Здесь этот перебор, ну в какой-то мере может быть и присутствует, но за счет длины клинка и очень высоких спусков он определенным образом нивелировался. Режет этот нож прекрасно. Ну и, конечно, говоря об этом ноже, нельзя не сказать о хватах, потому что вот сама вот эта рукоять Синькевича, которую он придумал для ножей серии КАТ, она чрезвычайно ухватистая и довольно-таки необычная. На первый взгляд может показаться несколько непривычным вот такой вот выступающий здесь горб, если хотите, на рукояти, но он очень здорово ложится в ладонь. При этом есть вот в этом хвате, в таком режущем рабочем, что-то такое, знаете, отхвата кухонного ножа, когда режущая кромка находится несколько ниже, чем рукоятка. Здесь это по большей части иллюзия, потому что задняя часть рукояти все-таки находится почти на одном, на одной высоте, скажем так, с режущей кромкой. Но, тем не менее, вот когда вы работаете как-то вот так, такая геометрия с приподнятым кончиком позволяет входить в разрезаемые субстанции, ну вот прям действительно идеально, с наименьшим усилием для вашей руки. И это не единственная особенность этой рукояти, хотя, как я понимаю, спроектирована она изначально именно вот для такого режущего хвата. Но при этом обратный хват тоже великолепный, очень комфортно, хорошо наполняет руку. Есть куда комфортно действительно поставить большой палец на навершие. Тут вот такая форма этой петли позволяет прям здесь его действительно очень удачно держать. Можно ударить вот так, что-то просто пробить. Можно перевернуть, положить опять же палец сюда, ударить и прорезать. Тоже отлично работает. Прекрасно. Ну и, конечно, для такого более-менее походного ножа, как я лично вижу этот нож такой, это хороший нож такой для охотника, может быть единственным в его работе, здесь отличный молоточный вот такой строгательный хват. Придется что-то делать, никаких проблем. Ну, должен сказать, что с точки зрения работы на пробой, кто-то может быть скажет, что тут будет вот этот самый мифический фронтальный рез, потому что здесь действительно выход режущей кромки, ну такой вот этого изгиба, он очень близок к кончику, и поэтому, наверное, какой-то такой элемент при ударе будет. Но, соответственно, получается, аккуратных отверстий это не будет оставлять, будут как бы такие отверстия достаточно большие. Если до вашей работы это не важно, то бить этим ножом, делать работу на пробой тоже вполне возможно, благодаря довольно большой толщине обуха. То есть такая, знаете, довольно-таки универсальная геометрия получилась, хотя используется она, ну вот так, в широком смысле довольно редко. Все-таки это такой удел шкуросъемных ножей. Ну и зараза очень острая. Вот пока я сейчас крутил, несколько раз режущей кромкой чуточку коснулся, а она буквально сама в кожу пальцев залезает. Очень здорово режет. Хваты у ножа совершенно замечательные. Строгательный вот такой, так называемый, молоточный хват. Нож отлично сидит в руке. Обратный хват, причем можно взять и вот так просто что-то пробить, а можно взять и на себя тоже вполне комфортно. Пробить и на себя прорезать тоже вполне получится. Но самым, конечно, вот просто не знаю, великолепным хватом этого ножа является хват режущей. Вот он для этого специально придуман. Немного изогнутая рукоять. Пальцы ложатся прямо на вот эту вот подпальцевую выемку. Сюда все прекрасно заходит. Ну и, конечно, вот, собственно, вот в этом месте. Вот здесь эта рукоятка, она просто идеальна. Дмитрий в свое время сделал вот такую вот находку, которую он в очень многих своих дизайнах потом эксплуатировал. Но вот эти вот ножи, ну, были, если не первыми ножами, которые он такими придумал, то, по крайней мере, первыми широко известными. Это просто замечательный инструмент. Вот такой это нож Фантони Катфикс дизайна Дмитрия Синькевича. С вами на канале Местер Местер был Залеваха. Надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока.